всем привет сегодня хочу провести небольшой обзор экскурсию после того когда у нас во флориде прошли заморозки где-то минус 1 0 было и многие растения мои очень печально выглядят сейчас я сделаю небольшой обзор и покажу вам что у меня изменилось саду и как у меня сейчас все это выглядит вот это моя любимая пальма она вся стала желтыми точками буквально сразу после заморозков но я думаю что она живая у меня и новые побеги которые будут весной я думаю что пальма отойдет мое любимое манго мы его успели немного закрыть одевали огромные целлофановые пакеты дерево устояло но макушку видимо не успели мы и она немножко вот засыхают листья но это не страшно так как основное дерево у нас живое и листья прекрасные и больше всего в моем саду пострадала папайя посмотрите какая она у меня грустная мы ее накрыли но видимо уже не успели мороз уже ее прихватил буду надеяться что центр пальмы живой и пойдут новые побеги посмотрите папайи не замерзли вот так выглядят это хибискус я его обрезала в конце ноября и он тоже немного прихватился но очень много листьев которые зеленые так что я думаю что с ним будет все в порядке мое лимонное карликовое дерево оно живое сохранилось и даже здесь один лимон висит до сих пор вот так выглядит лимончик и дерево зелененькое моя самая большая пальма немного тоже примерзла ветки концы листьев также пожелтели и потом становятся они коричневыми но также очень сильно пострадали банановые пальмы у меня посмотрите что с ними стало они как тряпочки висят как будто ленточки завязали на узелочек вот так выглядят листья и концы болтаются очень жаль я не знаю как она как они у меня оживут и будут ли в этом году летом бананы вот такие сухие ветки уже но середина живая и ствол живой так что думаем все будет замечательно здесь у меня все в порядке здесь у меня все в порядке кустарники вот моя секция аризона кактусы они по-моему совсем не пострадали и кусты то и выдерживают такую температуру 0 минус 1 и вот еще у меня папайя она сохранилась так как она у меня стоит возле стены дома вот немного листья у нее некоторые листья подсыхают прихватила но в общем-то папайи замечательные и плоды даже сохранились мы когда накрывали папаю мы срезали две папайи крупные нижние они уже были немного желтые и одну уже съели очень вкусная так что круглый год у нас папайи и и центральные листья также зеленые так сейчас пройдем и покажу что у меня впереди происходит перед домом как мы и выжили растения это хибискус возле дома он очень хорошо выстоял также пальма лисий хвост тоже замечательно кустарники по над домом прекрасно выглядят зелененькие стоят и вот эти кустарники тоже у меня цилиндрики тоже все в порядке это у меня веревка натянутая мы немного выравниваем эту пальму она у нас наклонилась и теперь мы ее подтягиваем каждые две-три недели немножко выравниваем ствол вот такая красавица она будет цветы которые у меня были в корзинах и внизу они у меня примерзли скорее всего многие из них придется менять ну а в общем то и можно сказать даже еще и прилично сохранились здесь немного листики сбросились ну а здесь веточки плачевные сморщились и видимо не скорее всего падут обрезанный хибискус вроде бы стоит сейчас пройдем сейчас еще покажу вам мой огород что у меня здесь сохранилась правда зима но здесь у меня много чего еще есть так это у меня петрушка петрушка там немного у меня тимьян вот на растет на земле рядышком мята это базилик вот так он вытянулся шалфей здесь еще мята орегано орегано и там еще вот тимьян немножко здесь две веточки или три веточки укропа сохранились вот они вот такой у меня огородик когда придет весна сейчас потеплеет на в конце февраля начале марта я сюда немножко досажу что нибудь и у меня всегда этот огород выручает меня в трудную минуту когда мне что-то быстро нужно и и вот у меня еще возле стены стоит розмарин огромный куст ему уже наверное лет семь очень нравится розмарин его в мясо добавляю очень часто сейчас вам покажу что у меня растет перед домом я не помню показывала ли я в каком-либо видео или не показывала вот здесь у меня две туи также вот такая очень интересная пальма я ее с маленького от росточка посадила хотела он обломился я хотела выкинуть и посадила и посмотрите какой замечательный куст вырос и вот еще там вторая ветка вот она какая красивая и также хочу похвастаться у меня здесь вот такая папайя растет вот листья немного примерзли потому что мы ее не укрывали она просто огромная видите вот до неба аж и плоды посмотрите какие крупные плоды это папайя такая форма у нее форме бутылочки или форме груши можно сказать здесь у меня на земле растут хвойные низкорослые и вот это моя красавица пальма я в нее влюбилась когда первый раз приехала во флориду лет 13 или 15 назад я ее увидела возле отеля и просто влюбилась в нее и вот я недавно три года назад нашла небольшую пальму в магазине и посадила на ней было всего три листа и она была очень низкая сантиметров 50 сейчас посмотрите какая красавица стала и вот вот эта папайя моя которую вам показываю с другого ракурса и листья посмотрите листья сухие некоторые но не все она у меня живая вот какие плоды и посмотрите сколько их много и вот еще огромная пальма которую мне посадили строители когда строили еще дом это такая пальма она изначально здесь была посажена а все остальное я уже впереди заменила очень красивая мы ее на рождество украшаем фонариками висят ветки каждая веточка в фонариках и здесь у меня вот такие кусты мы их периодически подстригаем вернее не мы а у нас садовники есть которые стригут газоны и также подстригают мне кусты и немножко еще вот здесь растений тоже которые мы посадили с супругом здесь у нас елочка это мы ее посадили она такая с мягкими лапками посадили ее совсем маленькой она была сантиметров 40 и теперь выра выросла вот такое уже дерево это у нас еще одна пальма тоже она красивая ну вот уберем вот эти замороженные ветки которые приморзли и она опять у нас будет красавица и здесь также немного растений кустарников здесь у меня шарики вот такая красивая туя стоит представляете кот вышел обошел вокруг дома и пришел вперед малыш малыш испугался машину так еще вам покажу вот у меня еще какая есть композиция я ее назвала аризона потому что здесь все растения кактусовые или саккуленты ей уже много лет не знаю уже сколько лет как наверное мы во флориду переехали сулька и уже у меня это экипана некоторые растения я здесь меняла которые пропали вот и также еще у меня вот такие кустарнички это японские кустики бордюрная вот так и вон посылочки пришли две у меня приносят и бросают под дверь с утра не выходила наверное весь день лежат здесь так и еще хотела показать вот у меня есть какое красивое дерево ярусное вот такое оно немножко у меня приболело я его сейчас опрыскиваю специальным маслом потому что очень много черного появилось на ней какая-то чернь прям если кто знает подскажите чем можно у меня есть специальное масло для опрыскивания я уже два раза опрыскала но не знаю буду надеяться что живет потому что листья вот видно что зелененькие появляются но очень болезненные очень жалко мне будет расставаться если я не смогу вылечить и менять на что-то другое ну вот и все что я хотела показать у нас здесь в орландо немного был мороз вот минус один заморозок ноль но на севере от нас наверное может быть километров 50 60 там у людей очень много все повымерзало в садах нас я бы сказала еще как-то пожалела так что мороз нам много не навредил было рада что вы были со мной на экскурсии пишите комментарии что вам понравилось саду что вам не понравилось какие изменения вы заметили понятно что сейчас зима и не совсем красиво в моем саду как это весной летом осенью но все равно я имела сегодня такую цель показать вам какой урон мне принес этот заморозок и поэтому вот буквально один день и столько он людям принес печали у нас фермы где выращивают апельсины мандарины нечаянно включились поливные системы и у нас повымерзали огромное количество садов поэтому предупредили что скорее всего соки и цитрусовые все в цене очень сильно подорожают вот и все была рада что вы были со мной погуляли по моему саду не очень веселому и немного печальному но я думаю что это все поправимо и до новых встреч с вами мы 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 Продолжение следует...